Появился материал Ульяны Скойбиды, которая продолжает свое расследование скандала в Уфимской полиции, где в ноябре прошлого года трое высокопоставленных офицеров якобы изнасиловали свою коллегу. Говорю якобы, потому что суд еще идет, результаты экспертизы пока не обнародованы, по крайней мере, официально. Но, тем не менее, порция информации свежей у Ульяны появилась. Ульяна Скобина на прямой связи со студией. Ульяна, добрый вечер. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Якобы Антон сказал, потому что там у девушки полная низкладушка, все ее показания ничем не подтверждаются, а показания полиции как раз они более достоверные. Нет, в общем-то, ни одного доказательства изнасилования. Мы об этом подробно рассказывали. Здесь, собственно, и достаточно будет одного результатов экспертизы. Пока их нет. Да, никаких результатов экспертизы нет. Вернее, вчера пришел один результат экспертизы. На ковке потерпевшей обнаружено ДНК неизвестной женщины. Не трех полицейских, а неизвестной женщины. ДНК трех полицейских пока не обнаружено. Ну, либо нам об этом пока не сообщили. Ну, да, одно из двух. Либо их там нет, либо об этом пока, собственно, решено не говорить ничего. Кстати, по поводу, даже по поводу ДНК этой женщины. Официальный комментарий Следственного комитета, управление Следственного комитета по Башкирии, говорит о том, что Следственный комитет никаких пока материалов СМИ на этот счет не передавал. Поэтому, наверное, не стоит верить информации о следах, биологических следах неизвестной женщины. Нет, 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 там можно верить. Там следователь как раз поехал за результатами экспертизы биологической. Ну, а пока вот утекло вот это. Там пришли, ну, библика экспертиза, она делается, вот там белье, там все вот это вот и замается, одежда. И не могла прийти экспертиза по одной кофточке и не прийти экспертиза по всем остальным трусам. То есть нам просто не сообщили то, что совершенно точно уже Следственному комитету известно. Есть такая надежда, что скажут в понедельник. Но пока я скажу, что стало известно прямо сегодня, там нерв расследования в декабре был еще в том, что не была известна позиция папы потерпевшей, дознавательницы, замначальника Росгвардии Башкирии, полковника Сагитова. Потому что все арестованные полицейские кричали, что он их старый друг. 20 лет служили вместе коллеги, как он мог вообще в это поверить, что мы на его дочку полезли. И с другой стороны, папа не мог не знать, как характеризуют его дочку. С крайне дурной стороны, что она постоянно в трусы к мужикам лезет, ну, слабая напередок и так далее. Там очень плохая характеристика. И все время был вопрос, как же папа не остановит все это дело? Ведь одно его слово, пристрани свою девку. В ее же показаниях несовпадение на несовпадение. Ну, просто скажи что-то. А полковник Сагитов полностью устранился, несмотря на то, что товарищи без единого доказательства сидят в третий месяц. И вот сегодня Альбина, это жена начальника Крамоскалинского ОВД Салавата Галиева, достала его. Она его подстригла где-то в магазине, записала и прислала нам запись. Я предлагаю послушать. Давайте послушаем, да, у нас два фрагмента, давайте послушаем первый из них. Ты что, веришь, что они ее носили? Кому она нахрен нужна? Кому она нужна? Крыница, кому она нужна? Они ее увидели, х**, в столовой, все, и напрыгнули на нее. Больмим шелк, больмим шелк. Ладно, сон слепой лошади, не надо пересказывать. Ты же сколько лет их знаешь? Ты думаешь, что слова от вот этого хрень? Очень беспоял, что ли в туалете? Не знаю. Верик, ну ты сам-то веришь, что это х**? Не знаю. Почему ты за свою дочь? Не моя, какая она у меня дочь? Ирек Сагитов говорит только одно «не знаю» и в конце добавляет «не моя она дочь». Какая моя дочь? Какая она мне дочь, да. А следующие были слова «мой дети дома». Давай послушаем. Она мне не дочь, мои дети дома сидят. Давайте послушаем сразу и вторую часть этого мини-интервью. Ты х** ее ходишь, отмазываешь везде. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Кого я отмазываю? Сочь свою. Такой нахрен он? Где я отмазываю? Слышь, тогда она на день уголовной рукой сидит, ну х** хватало. Потом села в машину, от вас ударилась. Ты же ее отмазал. Слышь, ты же пришел к Матвееву, чтобы он ее не уволил. Он тебе позвонил, х**, я спрошу. Мне? Да. Кто звонил? Матвеев! Нет, не общаясь, не разговоривай, не видел его в жизни. Ты сказки рассказываешь? Что ты мне говоришь? Следователь, будешь сказки рассказывать. Вот, собственно, да, это не фрагмент, это целиком то аудио, которое ты смогла раздобыть. Ну нет, я, конечно, не услышала вот этого, вот этой вот фразы, какая она мне дочь, мои дети дома сидят. Но это надо понимать не буквально, я и в расследовании с вами писала, что Эрек Сагитов очень холодно относился к этой девушке. Он в интервью КП, которое мы сразу взяли, говорил, я ее не воспитывал, ее мама воспитывала. Мы тоже использовали этот фрагмент, вот в моей аудиоверсии расследования. Вот, в общем, он не будет помогать своим товарищам, он не будет влиять на девицу. И он еще там вначале говорит, она, Альбина его обвиняет, ты ходил, то есть ты ходил, заявление писал. Он говорит, где я ходил, ее мама довела. Заявление Гульнас подала под влиянием мамы, он в этом участвовать не будет. Ульяна, если он говорит, всячески от нее открещивается, то, может, и защищать он ее тоже не будет? Ну вот это, помните в фильме, не я делаю ввиду, бумага его ведет. Вот, он влиять не будет, но это, конечно, очень хорошо говорит о чести офицера. Но дело не так, потому что Гульнас нет. А что, давай секундочку, а при чем здесь офицерская честь? Что он, как офицер, должен был в данном случае сделать? Ну, очень многие считали, что вообще не надо было выносить этот скандал, выметать мусор. Хорошо, а если изнасилование, предположим, что изнасилование на самом деле было? Тогда другое дело. Но здесь настолько это было дикое обвинение, и всем было дико, что начальники полиции, вот эту вот несуразицу, не задавили в зародыши, просто поговорить. И все вот, я в том числе спрашивала, вы почему ему не позвонили? Говорят, мы звонили, он трубку не брал. Гульнас пошла писать заявление, когда они сказали, мы звоним твоему папе, что ты пьяная пришла на работу, и, значит, надо тебя там решать, увольнять, переводить, так не работают. Ах, так, лоб дверью. Хорошо, если супруга одного из офицеров уверена в невиновности своего мужа, почему она пошла к отцу пострадавшей и всячески пыталась давить на него? Ну, дождись результатов экспертизы, все, твой муж отпустит, если он действительно ни в чем не виновен. Экспертиза должна быть готова уже более месяца назад, ее почему-то не показывают. Офицеры сидят без всякого доказательства третий месяц. А это замначальника Росгвардии, он командир ОМОНа Башкирии. Он очень высокопоставленный чиновник правоохранительных органов. Боже мой, Ирок, мы же твои друзья, что же ты делаешь? Ну, вот это вот смысл в этом спичи. Хорошо, Ульяна, напомни нам, пожалуйста, вот как только это случилось, девушку же ведь обследовали на предмет подтверждения ее слов, ну вот, гинекологи, простите, да, они-то что сказали? Вот я вот этого не помню. Что сказали тогда сразу врачи, осмотрев девушку, было или не было там изнасилования? Данных за острую гинекологическую патологию не выявлено. Нет никаких разрывов половых органов, потертостей в районе половых органов, там нет ничего. Ага, но наличие самого полового акта они не исключили? Нет, ну, такого нету тоже. Нету таких слов в экспертном заключении. Есть синяки, синяки по всему телу. Руки-ноги в синяках. Когда, есть ли какая-то информация или какие-то намеки на то, когда будут результаты экспертизы? Ну, понятно, что не официально, а вот по каким-то слухам, по каким-то... По недельник ожидается, что, может быть, это скажут в понедельник. А вот эта женщина, ДНК неизвестной женщины, ведь была информация о том, что Сагитова была не одна. Я имею в виду, что... Она не-не, ну да, дочь Сагитова, да, у нее другая фамилия, мы не разглашаем ее в эфире. Простите, ну, вот, собственно, ровно поэтому я ее так назвал, да. У той тоже брали все смывы, она известная для следствия женщина. То есть это не ее ДНК нашли? Вторая дознаватель, да, это должно быть не ее ДНК. Они все должны быть исключены, конечно. Получается, вообще совсем все запутано. Хорошо, тогда ждем понедельника и, возможно, ставим точку в этой истории, ну, хотя бы с точки зрения наличия доказательств в пользу одной или другой веры.